Дорогие родители, рад вас приветствовать на нашем курсе, посвященном самому дорогому – развитию и испытанию ребенка. На сегодняшний день огромное количество программ, курсов и детских игрушек, которые обещают, что ваш ребенок будет гением, что не нужно опаздывать, нужно успеть купить, так как иначе вы не успеете развить своего ребенка. К тому же родители активно следят за социальными сетями других родителей, которые выкладывают посты о своих детях, которые участвуют в разных интенсивных программах. Но проблема в том, что не все эти программы учитывают возрастные особенности ребенка. Все эти современные требования к родителям и эта спешка начинают нарушать родителям тревогу. А эта тревога передается детям. И дети это чувствуют как напряжение. И энергия, которая уходила бы на развитие и на познание, начинает тратиться на вот это напряжение. Однако развитие возможно только с точки покоя. Это когда мы не требуем от ребенка того, на что он не способен в этом возрасте. Мы не торопим его. Тем самым мы учитываем его внутренний естественный темп развития. И в этот момент ребенок максимально сосредоточен. Ребенок – это не бизнес-проект. Мы не можем просто в него заливать информацию и прокачивать по навыкам и компетенциям. Тем самым мы можем загубить его внутреннее естественное желание и стремление. Правильная позиция – это позиция наблюдателя. Когда мы не пытаемся впихать его в свои картинки ожиданий и представлений, а мы учитываем его индивидуальный характер и его индивидуальную природу. Я предлагаю несколько пунктиков, которые можно обсудить и для которых могут помочь прийти более-менее спокойному родительству. Первый пункт – я считаю, что нам было бы здорово понимать механизмы развития ребенка. Понимать, когда, что и как развивается, что в этот момент лучше сделать, что в этот момент больше всего поможет ребенку. Понимая механизмы, нам будет намного проще принимать решение – брать эту игрушку или не брать эту игрушку, покупать нам вот эти вещи, развивалки или нет, ходить на эти программы или нет. Так мы понимаем, что в определенном возрасте развивается что-то конкретное. Второй пункт – это ребенок, это не пуп земли. Ребенок не должен становиться смыслом всей нашей жизни. Ребенка это тоже не требуется. У ребенка есть простая внутренняя естественная база программы – это следовать за взрослым. Поэтому очень важно родителям просто заботиться о себе. Это находить внутренние ресурсы и чтобы эти ресурсы давать ребенку. И здесь очень важны инструменты понимания того, как вы можете за собой ухаживать, как вы можете заботиться о себе. Знать эти инструменты, работая в становлении самого себя. Третий пункт – нормированное количество информации. Читая огромное количество книг или просматривая огромное количество программ, от этого нам не становится легче. Большинство этих книг, большинство этих программ об одном и том же. Поэтому очень важно выбрать просто несколько источников, выбрать несколько для вас более-менее близких и приятных спикеров или психологов, которым вы могли бы доверять, которым вы доверяете. Очень важно, чтобы эти книжки не внушали чувство вины. Потому что с позиции вины мы не действуем. Мы можем действовать только с позиции ресурсного состояния. Если книжка внушает вам состояние вины, если от этих книг или от этой информации, от этого спикера, вы начинаете чувствовать то, что вы опять плохой родитель, вы опять чего-то не доделали, то в этой позиции невозможно действовать. Это, наоборот, усугубляет ваше внутреннее состояние, забирает все ваши силы и тогда не хватит сил просто даже что-либо давать ребенку. Почему многие инструменты не работают или почему родительство – это не основано просто на каких-либо инструментах? Невозможно стать прекрасным родителем, просто читая книжки, изучая какие-то инструменты. Или огромную помощь могут здесь сыграть – это просто общение с другими людьми. То же самое – поддержка какого-либо психолога. Потому что во время какой-либо тяжелой ситуации или в самой проблеме мы просто выпадаем из ситуации, мы впадаем в чувства. А в состоянии вот этих чувств, паники и тривогии мы не можем уже действовать правильно, мы уже не можем корректировать свое поведение или понимать какую методику здесь нужно использовать. И вот здесь очень важно научиться отслеживать вот эти чувства, понимать, что происходит с вами и работать с кем-то. То есть очень важно вот это общение с кем-то и такой некий взгляд со стороны. Потому что сами мы не можем этого увидеть. И очень часто мы просто настолько сильно уходим в чувства и эмоции, что не замечаем, что и происходит со стороны. В современном мире в условиях огромного количества информации и напряжения родителям прям нужно постараться сохранить внутреннюю гармонию, спокойствие и сосредоточенность. Что необходимо родителям? Понимать механизмы развития и воспитания ребенка. Это о том, как развивается ребенок, как он устроен, какие есть потребности, что им движет и как удовлетворять эти потребности. В противном случае мы будем идти на поводу своих внутренних страхов, ну и требования современного мира, что не всегда позитивно сказывается на воспитании ребенка. Второе – это взгляд со стороны. Не пытайтесь самостоятельно решить все трудности. Так как в таком состоянии мы можем провалиться в чувства. И с этой позиции нам тяжелее видеть ситуацию шире. Поэтому старайтесь обращаться к экспертам, которые помогут увидеть ситуацию со стороны и немного шире. И тогда мы будем чувствовать какую-то некую поддержку. И будет намного легче справляться с этими трудностями. Третье – забота о себе. Воспитывая ребенка, родители очень часто забывают о себе. Они перестают отслеживать свое самоощущение, что со временем может привести к некой раздражительности и даже агрессии, так как свои внутренние потребности давно уже не удовлетворяются. Тем самым, количество ресурсов любви и заботы может не хватать детям. Четвертое – нормированное количество информации. В первое время молодые родители прочитывают огромное количество книг по воспитанию детей. На кого-то это может повлиять положительно, но на кого-то немного иначе. Поэтому очень важно отслеживать свои ощущения. Первое – я бы рекомендовал читать ту литературу, от которой вы не впадаете в чувство вины, а вы впадаете в чувство ресурсности и понимания, как нужно действовать. Второе – необходимо выбрать несколько авторов. Не обязательно прочитывать огромное количество книг. Выберите самых близких вам по духу авторов и практикуйте их методики. В основном во многих книгах одни и те же механизмы. Но и всем нам известно о том, что если мама находится в ресурсном, спокойном состоянии, то она знает, как нужно поступать в той или иной ситуации. Итак, самое важное умение, которое нужно развивать родителям – это умение наблюдать, наблюдать за своим ребенком. То есть, это отслеживать динамику развития ребенка, его кризисы, его состояния, все, что с ним происходит. Это будет способствовать тому, что родители смогут отслеживать причину-следственную связь. Когда к психологам обращаются с какими-либо проблемами, психолог начинает исследовать, когда это началось, что там было, что произошло, как ввели вы себя, как ввел себя ребенок. И тогда картинка становится понятной. Мы начинаем понимать, откуда все пошло. И тогда намного будет проще понять, что нужно изменить или же совсем убрать в своем поведении. Сейчас разберем список того, на что вы можете обратить внимание. Первое – это физические изменения. Ребенок начал ходить, начал ползать, режутся зубки, он начал говорить. Это тоже нужно все отмечать. Второе – это какие-либо эмоции. Это могут быть позитивные эмоции, отрицательные эмоции, что радует ребенка, что, наоборот, огорчает ребенка, какие слова или какое ваше поведение расстраивает ребенка. Третье – это страхи. Можно обращать внимание на то, что ребенка пугает, как он об этом говорит, как он начал сообщать вам об этом, в каком возрасте, что начал его пугать и насколько долго этот страх держится. Или же наоборот, когда вы поговорили, пообщались с ребенком, попробовали что-то сделать, изменилось ли что-либо, пропал ли страх, насколько он уменьшился или наоборот увеличился. Четвертое – как проходит ваше путешествие. Это тоже очень важно понимать. Понимать, насколько долго ребенок может выдерживать, как он себя чувствует, сколько времени он может спокойно сидеть, сколько он спит, насколько легко ему выдерживать дорогу в машине, например, или же в поезде, отслеживать, какие игры могут помочь, с чем он легче справляется. Понимание таких нюансов вам поможет просто заранее подготавливаться к разным путешествиям. Пятое – отмечать успехи ребенка, то есть понимать, что он смог сделать, что он преодолел, какие трудности он преодолел. И каждый успех мы реально отмечаем, мы радуемся каждому успеху, мы видим и просто восхищаемся и сообщаем об этом ребенку. Шестое – какие книги он любит читать или же какие мультфильмы его цепляют. Это очень хорошо помогает, чтобы понимать о том, в каком направлении ребенок движется, что его цепляет более сильно, от чего он получает огромное удовольствие. Потому что в мультфильмах тоже есть какая-то история, тоже есть какие-то темы. И даже большая вероятность, что это может быть связано даже с какой-либо будущей его деятельностью. Возможно, именно в этом есть какой-то очень большой интерес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова